Мир вам, братья, сестры! Вначале я хотел бы прочитать и Слово Божьего. И здесь в Евангелии от Матфея, 20 главе, 28 стихе, Иисус говорит о своей миссии. Я хотел бы, чтобы мы, прежде чем будем слышать свидетельства, задумались о словах Христа. И здесь сказано, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И хотелось бы сегодня еще раз концентрироваться на Христе. Для чего Он пришел? И мы всегда слышим истории, как Иисус исцелял людей. Да, Он служил людям, и Он исцелял их тела. Но мы читаем о том, что некоторых Он не исцелял, а Он занимался спасением души. Там не касалось здоровья, а касалось спасением души. И иногда бывало, Христос и душу, и тело исцелял. И здесь мы видим о том, что Он говорит, но последним, вот Он сказал о служении, но последним Он сказал, что для Него важно было отдать душу свою для искупления многих. То есть отдать свою жизнь, как выкуп за многих. Отдать свою жизнь. Мы иногда не понимаем вот этот момент рабства людей, когда люди попадают в рабство. Выкуп – это вот как выкупить человека из рабства. Человек раб, и он не может ничего сделать. Он должен исполнять волю Господина. И мы сегодня понимаем, что люди – рабы греха, рабы дьявола. И рабы, мы слышали каких-то удовольствий, похоти, алкоголизма, наркотиков и других. Есть столько всего, мы постоянно слышим об этом. Но Иисус тот, который может искупить. Который и не искупил, и вот может освободить от этого рабства. Потому что он заплатил. Потому что есть цена, которую он принес. И я хотел бы сегодня сказать, что Бог хочет, чтобы здесь сказано, чтобы для искупления многих. И сегодня, когда мы живем в Беларуси, когда мы слышим, что Евангелие, оно распространяется, проповедуется. Столько много церквей, столько много людей, которые вот услышали о Христе, посещают какую-то деноминацию или церковь, какие-то служения. То это очень хорошо, когда мы слышим и видим грамотных белорусов, которые могут ответить на вопрос, касающийся их веры Иисуса Христа. Но приходится также понимать, что Иисус, Он хочет, чтобы многие люди, которые сегодня в рабстве, могли быть спасены. Поэтому я благодарю Бога за нашу церковь Гефсиманию, что постоянно у нас совершаются молитвы за делателей, за тружеников, за тех, кто служит. И служит в таком служении, о котором мы говорим, миссионерское или евангелиционное служение. И мне хотелось бы вместе с вами вот сегодня и молиться за одну часть этого или какую-то составляющуюся этого миссионерского служения. Это авиационное служение. И вы слышали о том, и пастор объявлял, что я после этого служения в Вологодской области в тюрьме и в евангелизации, которую мы проводили, пастор из Череповца сказал, Владимир, мы хотели бы потрудиться вот в этом доме престарелых, но двери были закрыты. И когда мы пришли, позвонили и сказали, приедет саксофонист из Беларуси, те с радостью приняли и открылись двери. И мы теперь после твоего отъезда будем посещать этот дом престарелых. Уже нам виден контакт с администрацией. Мы посетили другой дом престарелых, частный. И тоже говорит, мне рассказывают, что мы первый раз, и мы вот благодаря вот такой программе, которую ты имеешь, мы могли зайти и в другой дом престарелых. И сегодня столько людей могло услышать там старички, старушки, которые одной ногой на том свете, они могли услышать, вот я называю так этих людей, потому что когда видишь их состояние, их здоровье, ты понимаешь, сегодня он дышит, завтра он уже может уйти в вечность. И эти люди слышали Евангелие, и эти люди слышали Божье Слово. И потом мне пришлось сесть в самолет, доехать до Санкт-Петербурга, оставить машину и сесть в самолет, чтобы лететь в республику Саха-Якутия. Перелет, он 6 часов. И интересно, когда ты прилетаешь, ты прилетаешь в часовой поезд другой, то есть сейчас вот у них 26 часов, то есть 2 часа ночи. 20 плюс 6, 2 часа ночи. И представьте, если они проснутся, вот скоро они, через 4 часа люди начнут просыпаться, а мы только засыпать. Твой организм хочет спать, а тебе надо идти выступать и проповедовать и говорить. Я как только прилетел, сразу сел в самолет. И покажи, пожалуйста, на чем я вам покажу немножко об этом авиационном служении, которое было совершено 7 августа. Я прилетаю из Санкт-Петербурга, 6-часовой перелет. Я снова сажусь уже в самолет, и мы благодарим Бога за евангельских христиан-баптистов, потому что они, у них тоже есть свой самолет. Сначала. И вот два самолета, вы видите, стоят на площадке, на поле. Мы приземлялись вот на такое поле. Нет, останови, пожалуйста. Да. И вот два самолета. Вот один самолет, которым... Это слева, как вам объяснить, слева, да. Это самолет, который в служении при церкви евангельских христиан-баптистов города Якутска. То есть вот Бог дал, братья перегнали этот самолет, и сейчас цель была развивать авиационное служение. Республика Саха-Якутия, она 1,4-я часть России. Она по площади, как Индия. На этой громаднейшей территории живет всего лишь 1 миллион людей. Еще раз. Как Индия. Сколько Белоруссии может вместиться в эту территорию? Ну, в Белоруссии мы слышали 10 миллионов людей или 9 миллионов людей. Но там живет всего лишь 1 миллион на громаднейшей территории. Поселки разбросаны. Чтобы добраться туда, это надо замерзшая река. Или зимники, или по реке. Ну, здесь Бог дает вот такой, дал возможность самолета. И брат из церкви, брат Иван, следующий снимок, он обучился. Вот наша команда, которая полетела здесь в оранжевый брат Саид. Это якут, который когда-то пережил милость Божью, спасение, исцеление от страшной болезни, освобождение. И начал изучать Слово Божие. Начал вникать в Писание. И у него огонь загорел в своем сердце. Достигать Евангелия своего народа. Рядом стоит высокий молодой человек. Это брат Иван. У него дети есть, семья есть. И он очень рискует. Жена отпускает, благословляет его всегда. Она понимает, что муж может не вернуться. Потому что самолет рассчитан на сотый бензин. А летаем на 95-м. Мощность самолета не такая большая. И если случатся какие-то ситуации, то очень сложно. Если наш самолет, который на заднем плане, мы можем сесть на реку. Мы можем сесть на любую местность. Если, тем более, Якутия, страна озер. Громаднейшее число озер. Мы можем прямо на ручей сесть, если захотеть. То этот самолет, ему нужна площадка. То есть он рискует очень. И вот наша команда, мы с пилотом, с Амиром. Я вам рассказывал, что этот брат Амир. У него такое арабское имя. И папа у него... Так, папа у него... Сейчас вспомню эту национальность. Татарин. Папа у него татарин. Мама немка. И так произошло, что в жизни Амира, еще для детей скажу, он мечтал летать. Я не знаю, вы хотите ли летать. Он мечтал летать, но папа ему не разрешал. Не разрешал летать, заниматься полетами. И он пошел учиться и стать летчиком. И он здесь свидетельствовал о том, что однажды, когда отец ушел в вечность, он тогда взялся за самолеты. Взялся, поехал в Харьков, купил самолет, разобрал его, собрал его в Якутии. И научился летать на двухместном самолете. Но его оказалось мало, этого маленького самолета. И вот он через некоторое время купил вот такой самолет, и нас радар не видят. Мы можем спокойно летать, нас никто ничего не видит. Он пластиковый самолет. Это как лодка такая. Только два пропеллера на 95-м бензине. В крыльях вот находится весь этот бензин. Находится, заполнили эти крылья бензином и полетели. Два часа полета, и мы вот такой командой прилетаем в этот поселок. Что за поселок? Следующий снимок мы сейчас увидим как раз. Это поселок Сангары или Сангар. И этот поселок уже по забору люди могут понять, что там что-то такое старое, 60-е годы. Да, здесь был самый лучший уголь. Отсюда шли поставки прямо угольная шахта. И прямо вот к реке, к Волге вот это все сплавлялось, подоставлялось и углем топили. И вот здесь шахтерский поселок. Люди. Следующий снимок мы видим о том, что когда мы прилетели, нам дали возможность, дали дом культуры. И Амир вышел на сцену и рассказал, что однажды его мама попала после блокадного Ленинграда. Их за то, что они немцы, их немцев и литовцев и финнов посадили в специальные вагоны, а потом в баржи и доставили на край земли, с северный Ледовитый океан. Люди по дороге умирали. Умерла бабушка, но прабабушка умерла его, бабушка и мама остались живы. И они выжили, потому что якуты вот как раз бросали им рыбу, как-то подкармливали их, оказали человечность. И вот он знак благодарности говорит, что я могу сделать для вас, для тех людей, которые когда-то послужили моей маме. Я могу привести музыканта, чтобы он сыграл для вас, и привести проповедника, чтобы он вам рассказал слово Евангелие. Вот так и получилось. Амир вот так начал свое выступление, представил так. Я с собой, вы видите, в самолет положил самолет грузоподъемен с 500 килограммов. Мы могли взять все, что хотели, все, что нужно дальше. И следующий, после моего выступления выступал вот как раз и проповедник. Проповедник Саид, он проповедовал, говорил о Господе Иисусе Христе. И знаете, Николай Михайлович однажды сказал, Володенька, музыка – это как водичка. Слово – это хлеб. Хорошо, когда ешь хлеб и водичкой запиваешь. Мне так понравилось. Вот и получается, ты даешь водичку людям, людям приятно, слушают музыку. Им интересно, они такого не видели, не слышали, к ним не приезжали. А потом выходит человек и говорит Слово Божие. Говорит то Евангелие, он держит в руках Библию, рассказывает свидетельства, рассказывает о том Боге, который изменил его жизнь. Следующий снимок. И мы видим, что вот дальше. Нам бесплатно дали Дом культуры. И потом вот администрация, люди, которые в этом Доме культуры работали, они захотели с нами сфотографироваться. В зале еще также были люди, которые слышали Евангелие. И смотрите, еще раз повторю, что это язычники. Это люди, народ Саха, это люди здесь язычники, люди не знают Бога. Здесь нету церкви, там нету даже группы верующих. Нету даже, вот ни одного верующего человека нету в этом поселке. Мы были теми людьми, которые прилетели, вот первыми проповедовали Евангелие Иисуса Христа, и нам дали Дом культуры. Это на наши времена, я вам скажу, в России, во время всего того, что происходит, это Господь. Следующий снимок. И Бог хочет, чтобы нас пригласили, вот как амир немец, и вот в истории этого поселка были немцы, которых сослали, которые оказали добрые, вот такие дела делая, оказали особую такую помощь в развитии, можно сказать, инфраструктуры. И слева сидит женщина, вот в синеньком пиджачке. Это женщина якутка, и вот она рассказывает, она рассказывает о том, о историю поселка. Мне подарили три тома. Кто-то вот сел и написал с самого начала этого поселка, как все происходило. Три тома мне подарили. И она рассказывала, вот перед нами вот один том лежит, фотографии. Она рассказывала, как все было, как все развивалось. Но какая радость была то, что когда в личной беседе, не я беседовал с ней, другой человек, что беседовал, и было сказано о том, что она готовится к вечности. Она понимает, что ей нужен Иисус Христос, ей нужно покаяться в грехах. И вот такой визит, если вы все повнимательно посмотрите, сзади все красные флаги, я специально убрал, чтобы вы не видели, статуэтки всякие. Ну все, как будто ты попадаешь, машина времени тебе принесла в 60-е годы. Дальше. И вот мы побыли, послужили, свидетельствовали. Вот так приземляется, если мы садимся на воду, не садимся на воду, а садимся на поле, вот так приземляется эта лодка. Самолет сзади, вот в хвостовой части есть, поднимается люк, и мы оттуда выходим. Есть два люка, один может. И вот мы прибыли в следующий поселок Жиганск. Здесь проживают и венки. И венки, это чаще всего и венки связаны с соленеводством, скотоводством. Язык якутов отличается от язык и венков. Говорят, якуты, это тюркская группа языков, они пришли, а и венки, они местные, как бы они жили здесь, и венки. И вот этот город Жиганск, еще раз повторюсь, здесь нету церкви, и в этом Жиганске нету церкви. Мы увидели одну женщину. Она пришла, она пришла вот на следующий день, и она сказала, Владимир, ты когда-то к нам в Якутию прилетал, я был на том, в твоем выступлении, я узнал о тебе. И она вот провожала. Она одна единственная в этом поселке, есть христианка, есть верующий человек. Но братья Баптисты знали, что мы собираемся в Жиганск, поэтому брат Саид сел на лодку, или, как сказать, такой кораблик, и вот он приехал, сколько часов вплыл туда, там есть и купейные места, там есть и такие места и сидячие. Это что-то особенное. Если просто показать вам, вы ахнете просто, что в наше время вот так люди ездят, плавают, и в каких условиях. Вы так бы благодарили Господа, что живете в Белоруссии, что можете вот ездить и плавать, или передвигаться на хороших. Ну, не так важно. Следующий снимок. И Бог благословил брат Саид, приехал раньше, и он познакомился с местной одной женщиной. Вот, она посередине, такая сиреневая. Она местная, вот та человек, которая называется, как бы по-русски, сейчас, она, в общем, приносит жертвоприношение. Она участвует в жертвоприношении. Когда мы попали на праздник, я уже забегаю вперед, она, давайте, давайте, мы вас очистим, очистим, сейчас проведем через обряд очищения. Я говорю, нет, я постою на сцене, мне скоро выступать, я с саксофоном, вы очищаетесь. А я говорю, мне надо побыть. И вот эта женщина, вот она расположилась, она открылась к Евангелию, к Слову Божьему. В зеленом это сидит, вот наша сестра по вере. И пришла соседка, вот узнала, пришла соседка, и мы ей рассказали о Христе, об Иисусе, Христе, бабушка. Вот, и она вот захотела покаяться, захотела служить Господу. Была совершена молитва, вот молились за них. И вот, получается, вот три человека, вот через эту поездку, вот три человека начали собираться вместе, начали, мы встречались, начали разбирать Слово Божье. И мне, знаете, что запомнилось, у этой женщины, которая начала вот приближаться к Иисусу Христу, у нее такая скатерть на этом столе. И вот молитва покаяния, она не как молиться, как, вот такая есть пример для вас. Молитва покаяния, молитва «Отче наш», она взяла вот так под эту скатерть, раз, подняла скатерть туда вот так, раз, поставила молитву покаяния, молитва «Отче наш», и с другой стороны, и вот так она и скатерть накрыла. То есть садится кушать, вот так садится и смотрит, и начинает молиться, вот сразу вот так раз и молится. Потом покушала, помолилась еще. Думаю, ох, интересно, вот так они, придумала она вот так, за этим столом. И вот вы видите сейчас, то есть надо же, наш прилет совпал с праздником в Якутии, праздник народов, которые проживают на территории республики Саха-Якутия. Пошел дождь, людей местных как-то мало пришло, и вот мы приехали тогда, и они нас встретили, самолет встретили, пригласили на праздник поучаствовать в празднике. И вот сейчас вы видите, у них это обряд такой совершается, вот они ходят, хороводы водят, вот эти соломати, тряпочки, это все, это как, у них верование такое, что это как их молитва. То есть ветер дует, вот она развивается, вот твоя молитва вот так идет в небо. И вот через эти ворота должны были проходить, они распалили огонь, вот специальный жертвенник сделали. Вот обычно они Баяная, Бога Тайги, блинчиками кормят или оладушками, они говорят, оладушками покормят. В наше время люди на полном серьезе. Дальше, язычество. И вот тут языческое капище. И смотрите, я увидел пацанов, думаю, как-то их надо, они между мной. И я одного говорю, иди-ка сюда, подуй, шафар, ну-ка. И у него получилось, они все как дети обрадовались, подул в трубу малыш, и они все обрадовались, расположились. Я говорю, а мы сейчас споем песню. И я с ними еще спел песню, говорю, буду вас учить петь на якутском языке, вот для Бога. И я запел этот день, буки нута на рай быт, сотворил Господь. Йордюн нардьен, на радость нам и веселье, и веселье. Буки нута на рай быт, йордюн нардьен, кернур болун дьен. Бары лан, бары лан, исуху хайга. Ага, подбегает директор Дома культуры, который встречал, жмет руку, такой радостно, такой. Так, он так радовался, когда следующий снимок, когда все получилось, люди открылись, люди услышали. И я засвидетельствовал, рассказал, прямо засвидетельствовал, рассказал. И знаете что? Останови, пожалуйста. Амир договаривается с ним, то есть мы прилетим. Он говорит, мы прилетим, дайте нам какой-нибудь зал в администрации. И вот мы соберем людей и послужим в администрации. Он договорился. Смотри, Амир какой-то неспокойный. Амир, что такое? А как? А что? Мы же договаривались в зале, пришли люди, а в зале нету. А они взяли, переиграли. А у них, оказывается, в 6 часов вечера, у них на стадионе должно мероприятие. Там проходят сейчас игры «Дети Азии». То есть из Китая, из других, с Азии собираются люди, спортивные соревнования. Вы таких даже не знаете единоборств, когда люди за палку хватаются, и кто перетянет. Тут есть такие названия, различные. Там, в общем, это их, там такие игры. И вот проходят. И они честно собрались, собрались на стадионе этих, кто выиграл, им дипломы давать, денежные призы. И тут у них пришла такая идея. Так что-то, ну что мы раздадим ему? А тут саксофонист полетел. И они берут и делают так, подходит ко мне Владимир. Мы тебе даем стадион, короче, давай на стадионе, играй программу. И все, я, а мой друг Амир как-то, а я, Амир, ты чего? Стадион дают люди, городской стадион дают, аппаратуру поставят. Все сделают, людей соберут. Вот давай, говори. Это ж надо радоваться. Да, может быть, по плану мы бы хотели. На стадионе не то, люди не так будут слышать, как в зале. Но вот так произошло, братья и сестры, что Амир выступает, и вы видите стадион. Вот этого поселка Бог дал стадион, вот выступайте, говорите дальше. И вот Амир снова рассказывает, обращается к людям, почему мы прилетели. Вы видите, погода ухудшилась. Вот глава поселка здесь стоит, он начинал это мероприятие, начинал. Глава поселка присутствовал, представители других людей. А я смотрю, куча детей бегает, я им шарики раздал, говорю, будете со мной на сцене, вот споем песню из Беларуси. Кружится капуше. Думаю, как бы детей заделать, чтобы они слушали тоже. А я их так завлек, что они со сцены не уходили. И пришлось на одной уже песне говорить, все, давайте, давайте, убегайте. Им так понравилось на сцене стоять, что мне выгонять со сцены пришлось детей. Но я хочу сказать, что мелочь такая, ну вот шарики, кажется, воздушные шарики раздали детям. А это детей остановило, это детей расположило. И эти дети просто стояли вместе со мной и радовались, и могли петь эту песню. И мы поднимали руки, пели, люди, воздадим Богу славу. Стоишь на стадионе, и, Боже, воздаешь славу Богу и радуйся. И Саид, выступая, пел об Иисусе Христе. И вот здесь такая погода, люди сидели, слушали дальше. Пусть дальше идет. И вот наши братья Саид вместе с Иваном, вот они полетели, мы тут разделились. Они полетели в один поселок, где на свой аэродром, мы полетели на свой аэродром дальше. Вот так, вот так была поездка, так были полеты. И, братья и сестры, я хочу благодарить Бога за что? Что Бог дал, вот авиационное служение, вымолились, благословляли. И Амир потом, я поехал дальше трудиться по тюрьмам, начал трудиться в тюрьму. А Амир хотел уже в этот день, как прилетели улететь. Не тут-то было. Леса горят, видимости нету. И он в видимости, и он не может подняться, у него высота 2000 метров, только ему разрешено подниматься. А тут все, видимость вообще, несколько метров. И он не мог несколько дней Амиром, не мог улететь. Братья и сестры, я еще раз вижу, как Бог открывает двери, как Иисус открывает двери для благовестия, открывает небо, даже скажу больше, небо открывает, чтобы мы прилетели, донесли Евангелие, сказали язычникам Слово Божие и могли вылететь. Поэтому я благодарю Бога, что вы молились, и мне так всегда касалось, трогалось, что пастор постоянно на служениях вспоминает, что помолимся. И я видел руку Божьей от силы, и я тут же акклиматизировался, тут же со всеми вставал, спал со всеми. И я уже не рассказываю о тех людях, о тех встречах, которые были там с людьми, или с тем человеком. Он вот даже там встретился с человеком, который уже отсидел столько лет и понимает, что может погибнуть и умереть. И Бог дает вот такие возможности. Итак, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Знаете, братья и сестры, я еще раз процитировал это Слово Божие. Скажите, кто из вас, покупая какой-то прибор, читает сразу инструкцию? Кто из вас читает, когда вы видите что-то интересное, вот это музыкальный инструмент, чтобы вы знали. Это музыкальный инструмент. Я сегодня задал вопрос в пасторской, спросил, что за инструмент. Никто не знает. А кто из вас вот сталкивался, что вы не знаете, открываете коробку, смотрите какой-то электроприбор и начинаете его использовать. Кто, можете поднять руку честно, кто вот когда-то спалил что-то, вот сжег что-то. Когда, не читая инструкцию, что-то пошло не так в вашей жизни. Можете показать? Я один из таких. Дорогой прибор спалил. Тоже. Там написано было 110 вольт, а я сунул 220 вольт. Сжег. Знаете, есть инструкция. На каждый вот предмет есть инструкция. И это очень интересно такое. Я хотел бы наш брат из Эквадора, вот чтобы он попробовал, может быть, сыграть. Это посох дождя называется. То есть всегда вот мы вот хотели бы, чтобы поздний дождь сошел на землю. Чтобы вот, и это когда идет музыка, идет какое-то вступление, играет или саксофон, или у нас скрипка, играет флейта. Здесь бывают... Ну, надо... Короче, микрофон надо вот вложить, тогда что-то получится. Это посох дождя. Это играется, это обычно ударный... Кто играет на ударных инструментах. У него идет вступление, идет дождь. И вот такой инструмент я хотел привести, чтобы было у нас, чтобы так напоминал нам о том дожде, который мы ожидаем. Мы ожидаем и ожидаем действия Божьи. Когда-то в дни Ильи была засуха, ты видишь засуху, ты слышишь вопли, есть одна такая песня. Спасти нас сможешь и злее, Господи, на народы и злее от Духа Твоего Святого. И знаете, я к чему это все говорю? То есть часто, часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, что что я могу сделать для Господа? Чем я могу послужить Богу? Иногда мы сталкиваемся, что мы думаем, вот то, что я прихожу в церковь, или то, что я даю пожертвование, или то, что я еще что-то делаю. Вот это служение. Но когда ты читаешь, начинаешь читать инструкцию, когда у тебя много вопросов, и ты начинаешь искать в Слове Божьем, Боже, проговори мне, как мне жить, как мне быть, то в Божьей инструкции, в Библии как раз Бог может тебе показать, показать, что тебе делать. Помните Неемию. Неемий однажды обратился, услышал новости, обратился к Слову Божьему, и он увидел, что, и заплакал, потому что должно все вот так, так быть. И вот он начал исполнять то, что Бог потревожил его через Слово, через вот те события, которые произошли в жизни Израиля. И мы сейчас порой нуждаемся вот так же в этом Слове. Я не знаю, как вы, но я вот, что дальше, Господи? Что дальше делать? Куда дальше двигаться? Что? Потому что я хочу вам сказать, что сегодня брат Михаил Адамович, он благодарил Бога, но за какие-то определенные моменты, но я также и за спасение, за имя в книге жизни, но я также люблю напоминать, что благодарим ли мы Бога за завет, который мы заключили с Ним? Благодарим ли мы, что мы, что мы в завете с Ним? Что почему я, пролетев такие расстояния, такие километражи, все остался живой? Потому что Бог верен завету, потому что я хочу благодарить, что Он сказал, не оставлю тебя, не покину, сохраню, защищу тебя. Поэтому, братья и сестры, я хотел бы напомнить вам однажды, вступая в воды крещения, вы помните, что мы говорили? Мы обещаем Богу, мы обещаем добрую совесть, и часто у нас в нашем братстве принято обещаем служить Богу. И вот мы сегодня, я коснулся того, что Иисус сказал, я пришел, чтобы послужить. А пришел ли ты, чтобы послужить? Пришел ли ты для того, чтобы служить Богу и служить другим людям? И Священное Писание говорит о том, что... 1 Петра 4, 10. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Знаете, здесь сказано о служении. И вопрос, вот какое ты служение несешь? Какое я несу служение? Какое я должен нести служение? Знаете, есть то, что мы можем выбирать себе какие-то служения. Вот я хочу, вот я буду это, а мне это не хочется делать. А мне так не хочется вот так служить. Но здесь в Библии сказаны такие слова, очень такое, знаете, такое предупреждение. «И так, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». «И так, всякий, кто знает, что должен делать добро и не делает, тот грешит». Это другой перевод. Оказывается, бывают ситуации, когда Бог побуждает тебя что-то сделать. Не ты просто выбираешь, как хочешь, а Бог что-то хочет, чтобы ты делал. И здесь, вот 1 Коринфянам 7 глава 35 стих, есть одна деталь, сказанная для женского пола. Но я думаю, ее можно и к мужчинам применить. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинны и непрестанно, то есть не переставая. То есть есть, знаете, служу сегодня, а завтра я себе отдых, мне надо бы отдохнуть. А сегодня, вот, здесь сказано, служили не переставая, служили Господу без развлечения. Очень интересный момент, как это без развлечения, что за развлечения можно, как служить Господу. И другой перевод – подобающим образом, не отвлекаясь ни на что. То есть слово «развлечение», а если можно было перевести «служить Господу» подобающим образом, не отвлекаясь ни на что. Вот я, знаете, так и заметил в нашей жизни, что есть вот, у нас какая-то ситуация происходит, вот мы хотим что-то делать, и мы готовы делать, а потом вот сталкиваемся с тем, с ленью, сталкиваемся с каким-то ситуацией, а вот у меня денег нету, куда, чего я полечу-то, у меня денег нету, у меня нету того-то, у меня нету того-то, у меня нету того-то. Во вторник мне раздался звонок Владимир, мой друг звонит, говорит, мой старший брат ушел в вечность. Можешь взять саксофон, приехать на похороны, поиграть на похоронах, на саксофоне. Я уже давно этого не делал, и я вспомнил, что на похоронах играют обычно «О благодать спасен тобой», если играют там что-то христианское, то вот эту гимну «О благодать спасен тобой», там очень прекрасные слова о будущем, о вечности и все остальное. И я думаю, надо поддержать, раз он просит, брат, и я поехал в Лунецкий район, деревня Ракитна, брат Владимир, я помню, останавливался у него, и, знаете, я старший брат Михаила Туркевича, Павла Туркевича, Туркевича Роства, и что я услышал на похоронах? Знаете, я такое благословение получил на похоронах, все проповеди, все так касалось, и что я услышал на похоронах об этом человеке, который прожил вот и последние 10 месяцев он был болен. Знаете, невидный человек, я его не слышал, что проповедовал, дети сказали, что когда папа поздравлял с днем рождения, он не мог и поздравить нормально, только он мог помолиться и призвать Божье благословение. Вот такой был папа, не красноречивый, не был таким каким-то оратором, но кто был на похоронах, они говорили, что было интересно, когда касалось машины, у кого-то сломалось, у кого-то не заводится, всегда вот эта джета 1988 года была на ходу, он всегда вот этой скромной машиной готов послужить, все понимали, если нужен транспорт, нужно идти к Туркевичу, он послужит. Люди говорили, что он был таким, он был таким скромно, чем что у него было, он старался послужить. И пастор говорит, знаете, мы не родня, а он однажды увидел, что мне нужен трактор, и у него был трактор какой-то, и он мне, человеку отдал, отдал трактор, говорит, пожалуйста, возьми трактор. Он старался чем-то служить Богу. И знаете, я подумал, вот будут ли на моих похоронах, будут ли на твоих похоронах люди, которые скажут, благодарю Бога за этого брата, за эту сестру, они, может быть, не имели, скромно жили, кстати, этот брат так скромно жил, я ночевал несколько раз у него, и они мне утром напоминали, что я не только утром на саксофоне играю, а по ночам порой самый большой саксофон беру и играю. Не все поймут это, но так, бывало, они терпели меня оказывать со своим скромным жилищем, потому что похрапывал я, бывало, вот так, похрапывал, честно говоря, ну, они называли это, на большом саксофоне играл Володя. И знаете, что интересно, вот люди такие, они скромно, скромно живут, но они всегда рады кого-то приютить, кого-то принять, чем-то послужить. И я подумал, вот это, заканчивая послание Якова, послание Якова, знаете, братья и сестры, в четвертой главе сказаны такие вот эти слова, «И так, кто разумеет делать добро, не делает тому грех». До этого сказано о том, что как вот проходит жизнь порой у верующих людей. Яков обращается к верующим людям, и порой вот есть эта пранность, порой есть это коростолюбие, порой мы хотим что-то, если будем что-то делать, если нам выгодно. А вот когда нам не выгодно это, когда нужно с своей затратой что-то делать, иногда мы вот… И Яков об этом пишет, кто разумеет делать добро, не делает тому грех. Братья и сестры, поэтому и послание римлянам сказано, «Таковы Господу нашему Христу не служат, но своему чреву». Знаете, есть разные моменты, и мое время истекло. Я хотел бы одно сказать, что каждый из вас… Знаете, вот есть разные инструменты, еще раз скажу. Вы никогда такого инструмента. Я уже столько раз видел этот шум дождя в разных служениях, в разных церквях видел это, как люди используют. И знаете, мы все разные, и здесь на сцене разные инструменты. Но я еще раз повторюсь, что инструмент сам по себе не зазвучит, если рука мастера не прикоснется, если дыхание, если мы говорим о духовах, не пройдет, если не будет воды, инструмент не зазвучит. Без Духа Святого мы не сможем, без любви к Господу мы не сможем служить Богу. Поэтому заканчиваю. Я хотел бы снова ваш взор на Бога. В год смерти царя Озии видел я Господа. Исайя говорит, потом он скажет, вот он и я, пошли меня. Но до этого, он и произошла встреча с Богом. Видел я Господа, сидящего на престоле, в высоком превознесенном крае рис, его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. Вокруг него. Вокруг него. Знаете, братья и сестры, твое служение должно быть вокруг него. Чтобы в центре он был, твоего служения, твоей жизни, твоего поступка, твоего доброты. Все, что у тебя есть, вокруг него должно быть, вокруг Иисуса Христа. У каждого из них по шести крыл, двумя закрывали каждое лицо свое. Понимаете, как вот сложно порой выходишь свидетельствовать, или как сложно вот они закрывали лицо свое, чтобы люди не видели меня, люди не видели, а видели добрые дела и прославляли его, чтобы ему было слава. Закрывали лицо. Вот делать все так, чтобы, как некоторые вот порой делают, участвуют тайно. Некоторые вот так хотят, чтобы на виду, чтобы увидели, что вот я сделал что-то. Посмотрите, вот сделал что-то. Они закрывали лицо. Они закрывали, ноги свои закрывали. И взывали они, знаете, что сказано? Взывали ли они друг к другу, говоря, свят, свят Господь. Как радуюсь я, что в нашей церкви есть люди. Сегодня первый проповедник вышел и свидетельствовал, и говорил нам, что Господь Он свят, Он спасает, исцеляет, освобождает, врачует. Он искупил нас в своей драгоценной крови. Поэтому я хочу поблагодарить Бога сейчас вместе с вами за завет раз. Хочу поблагодарить Бога, что мы можем служить друг другу, каждый тем даром, который получили. И обратите внимание, что в старости они плодовиты, сочны и свежи. Служение Богу – это не только для детей и молодежи, для людей среднего возраста. Служение Богу и для старшего поколения. Вы нужны церкви. Братья и сестры, пожилые люди. А на постом и молитвой служила в храме день и ночь. Поэтому мне хотелось бы, чтобы, как Исаия, мы сегодня сказали, Господи, вот он я, возьми меня. Что Ты хочешь, чтобы я делал, чтобы делал? Чем я могу Тебя прославить? Что я могу сделать для Тебя? Хочешь, чтобы я туда ехал? Или хочешь, чтобы я что-то сделал? Чем-то пожертвовал? Что-то отдал? Кого-то пригласил, кого-то приютил? Что Ты хочешь, чтобы я делал? Господи, вот он я, возьми меня. Мы хотим служить друг другу, каждый тем даром, как добрые домостроители многогрязычной благодати Божьей. Встанем и помолимся Господу.